В Великом Новгороде завершилось большое культурное событие. 15-й Всероссийский фестиваль исторических фильмов Вече. 8 конкурсных работ, 23 задействованные площадки. Искренний интерес и внимание зрителей о номинантах, победителях и самых ярких впечатлениях, которые подарил новгородцам этот кинопраздник, расскажет Ирина Ускова. В этом году фестиваль проходил не только в областном центре, но и в 16 муниципальных районах. Для спецпоказа была задействована площадка на железнодорожном вокзале в Старой Руси, а еще были задействованы школы и библиотеки. И все пять фестивальных дней объединила главная сцена филармонии. Сегодня здесь состоялось подведение итогов и награждение участников фестиваля. В этом году в конкурсную программу вошли ретроспективные, документальные, экспериментальные проекты, которые на понятном всем языке кино говорили со зрителями о великих соотечественниках, чьи имена вписаны в историю государства российского. И в этом, по мнению организаторов, была и остается основная задача новгородского фестиваля. Александр Невский, Федор Михайлович Достоевский, Николай Николаевич Некрасов, Антоний Оренский, Николай Николаевич Микуха Маклайев. Все эти имена – это гордость и слава новгородской земли, гордость и слава нашей великой страны. А именно сохранение памяти, сохранение нашей великой истории – в этом и есть главная миссия кинофестиваля «Вечер». На суд жюри было представлено 8 российских кинолент, в их числе фильм Игоря Угольникова «Учености плоды», основанный на реальных событиях, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор из села Михайловское. Основной акцент создатели делают на искусстве, которое может объединить даже самых непримиримых врагов и толкнуть людей на необдуманные поступки в попытке его защитить. Картина получила широкий отклик зрителя и была удостоена приза губернатора Новгородской области. «Приз губернатора Новгородской области присуждается фильму «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова. А вот как мне директор получает приз?» Военная картина Андрея Богатырева «Красный призрак» уже успела получить специальный приз жюри на Московском международном кинофестивале. Рассказ о непобедимом герое-одиночке, способном справиться с многочисленными противниками бойца Красной армии, не оставил равнодушными жюри Новгородского фестиваля. Картина удостоена приза российского военно-исторического общества. «Я хочу сказать, что наш герой не одиночка. Наш герой – это все мы. Потому что когда на смену нашего героя, когда его убивали, вставал другой солдат, безумятный солдат, то мы действительно были непобедимы. В этом наша сила». Мозаику конкурсной программы украсили широкоформатные спортивные драмы, вдохновляющие и дающие веру в то, что нет ничего невозможного. Фильм «Белый снег» Федора Ляса, легендарная «Лыжница» Елене Вяльбе, получил приз за лучший сценарий и операторскую работу, и был отмечен президентом кинофестиваля. Драма «Небесная команда», посвященная 10-й годовщине, гибели Ярославского локомотива, в авиакатастрофе завоевала приз зрительских симпатий новгородцев. «Это очень важно – хранить память, помнить и благодарить тех, кто нас делает великим народом». В категории «Лучший фильм» победила кинолента «Пальма», режиссера Домогарова-младшего «Лучшей режиссерской работой» признан фильм «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко. По мнению новгородцев, лучшим историческим сериалом этого сезона стал фильм «Анна-детектив» в программе документальных фильмов «Борис Бланк», «Мастер-класс» Ирины Измайловой. Среди актёров приза жюри были удостоены Айтал Степанов и Настасия Кербенген. А за лучшие освещения кинофестиваля наши коллеги с сетевой издания «53 новости». Ирина Ускова, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.